Друзья, приветствую тех, кто будет смотреть этот эфир в записи. Мы в такое позднее время его проводим, и у кого-то просто-напросто уже ночь, причем еще и глубокая. Приветствую всех, кто собрался сегодня вместе с нами. Меня зовут Николай Ковылов, но я сегодня не главное действующее лицо, как вы видите. Главное действующее лицо вот он перед вами. И это не улитка. Будем наблюдать за симпатягой-улиткой. Но, конечно же, главное действующее лицо – это дорогой наш лисопавлик Павел Лисиц. Про что бы я ни рассказывал, вот ничто так людей не подоражит, как грибы. И большинству людей в публичном комнате поле, я известен как человек, связанный с грибами, и чаще всего меня зовут на какие-то мероприятия как специалист по грибам. И в этом году я получил даже премию топ-50 самых знаменитых жителей Нижнего Новгорода за то, что вел такие грибные экскурсии. И это меня шокировало. А потом, когда я стал больше с людьми общаться, в общем-то, я вообще не увидел людей равнодушных к грибам. Вот действительно, есть люди, которые обожают грибы, есть люди, которые боятся грибы, есть небольшая часть людей, которые ненавидят грибы. Но вот таких людей, которые бы ничего к грибам не испытывали, я вообще такого не встречал. Ну, я тогда, пожалуй, начну. В общем-то, у меня есть такой небольшой доклад. Ты, Коль, меня по ходу дела перебивай, если что, я с удовольствием отвлекусь. И, как я уже сказал, мне бы хотелось показать, как много дают нам, людям, грибы, помимо вот просто поедания. Но про поедание мы тоже поговорим, и проблемы с этим связаны. И тема моего доклада «Грибы, что нам с ними делать?» И на самом деле большинство из этого мы уже с ними делаем. И что нам дают грибы? Давайте начнем. Вообще, одно из важнейших и вообще революционных таких продуктов, которые подарили нам грибы, это антибиотики. И вообще, грибы в медицине используются очень-очень активно. На фотографии в центре изображен плесневый грибок из рода пенициллиум. И на основе него производят до сих пор препарат пенициллин, антибиотик, который в свое время просто традиционную медицину поднял на новый уровень. И различные серьезные ранее смертельные бактериальные заболевания с помощью пенициллина удалось лечить. Но одним пенициллином медицина не ограничилась. И вообще грибы в биотехнологии, в производстве различных медицинских препаратов используются очень-очень. Вот справа изображен такой страшный прибор, который называется биореактор. И в таких биореакторах культивируют грибы. И таким образом можно выращивать грибы, которые нам нужны. И главное дело, что мы можем уже, наука до такого доросла, что мы можем модифицировать грибы и, грубо говоря, заставлять их синтезировать те вещества, которые нам необходимы. С помощью вот таких биореакторов и грибов синтезируются различные, как я уже говорил, антибиотики, биологические добавки. Даже антидепрессанты некоторые, они имеют вот такое грибное происхождение. Слушай, Павлик, правильно ли я понимаю, у меня тут прям сходу, знаешь, два таких вопроса. Первый, правильно ли я понимаю, что вот сами грибы вырабатывают вещества по ходу своей жизни, которые внезапно оказываются полезным человеку. Грубо говоря, вот этот пенициллин, гриб пеницил вырабатывает внутри себя вещество, которое, вот, кстати, лично для него, для его жизни, вот это вещество, оно какие-то плюсы дает, как ты думаешь? Конечно, грибам, но людей все равно. И вот те вещества, которые мы используем, это просто, ну, ряд счастливых совпадений. Конечно, пенициллин выделяет вот это антибиотическое вещество для борьбы с бактериями, собственно. Потому что бактерии – это самые главные конкуренты плесневых всяких грибов, поэтому это вещество нужно для борьбы с бактериями, которые конкурируют с этим грибом, развиваясь там на каком-нибудь фрукте или других субтитрах. Например, смотри, тогда я еще уточню. Вот, допустим, яблоко, оно может покрыться плесенью, а может становиться черным и гнить. Вот гниль, наверное, это бактерии, а плесень снаружи – это грибы. Так или не совсем? В упрощенном так. Есть, конечно, и плесневые грибы черного цвета. Это, конечно, достоверно, чтобы определить, нужно под микроскопом смотреть. Но грибы и бактерии конкурируют уже миллионы лет, и появление таких веществ, как антибиотики – это такое оружие грибов против их главных конкурентов, которые может использовать человек, потому что бактерии вредят и развиваются еще и на человеке. То есть на каких-то ранениях и прочих повреждениях тканей. И так совпало, что эти вещества можно использовать и нам. И большинство вот этих веществ, которые мы используем сейчас для медицины, они, конечно, и антидепрессанты какие-то, но это не прямо грибы антидепрессанты синтезируют, а какие-то вещества, на основе которых потом уже делают препараты, то это просто совпадение. То есть все эти вещества изначально, они в грибах нужны для каких-то их нужд. Правда, современная наука дошла до того, что мы можем генетически модифицировать гриб и ввести в него такое ДНК, которое будет синтезировать какой-то белок, который нам уже необходим. То есть грибы мы используем просто как такие живые фабрики. И вот в этих биореакторах их просто очень-очень быстро и эффективно разводим. Ну, кстати, про все, мне кажется, живые существа, про очень многие так можно сказать, что так совпало, что из растений можно строить дома. Да? Для людей никто специально ничего не выращивал себе. Вот, например, не только в медицинской сфере, но и в сфере пищевой используются те же самые плесневые различные грибы. Например, лимонная кислота, которая содержится, ну, очевидно, в лимонах и других каких-то растительных, в других растениях. Можно это, конечно, получать лимонную кислоту, выжимая лимоны, как-то их там очищать и получать эту лимонную кислоту. Но количество лимонов такое нужно, что, в общем-то, потребности человека не перекрыть. Надо будет всю планету лимонами засаживать. А так получилось, что лимонную кислоту можно получать при помощи плесневого гриба Аспергилю Сниггер, который вот на хлебе у нас, если хлеб оставить, он-то вот черные пятна на нем как раз появляются. Это вот плодовые тела Аспергила черного. И вот лимонную кислоту получают путем лимонно-кислого брожения сахара тростниковой меласы или меласы из свеклы. Меласы – это такой побочный продукт при производстве сахара. Он такой сироп черного цвета с специфическим запахом. Вот эту меласу берут, запускают биореактор вместе с Аспергилюсом, и он синтезирует лимонную кислоту, и мы вот можем в таких биореакторах получать огромное количество этой лимонной кислоты, которая уже используется в пищевой промышленности и в химической и так далее. Плавлик, это просто бальзам. Мне на душу, потому что лимонная кислота для меня, моих школьничков, учеников – это одно из главных веществ, которые мы используем, наверное, в 30 разных экспериментах. Даже в образовании пригодится. Это точно. Я и не знал, что это делают грибы. Потрясающе. Мне очень приятно слышать то. Да, потому что лимонов бы действительно на всех не хватило, а из-за вот такого использования Аспергилюса мы это можем делать. Ну и, конечно, одно из вообще величайших даров грибов – это продукты брожения различного. И тут, конечно, для нас очень важны грибы дрожжевые. Различные дрожжи, которые расщепляют сахар на спирт и углекислый газ. И таким образом, путем разной ферментации, мы благодаря грибам получили такие продукты, как хлеб и всю выпечку, все, что связано с тестом, макароны, пирожные – все на свете. Без грибов бы этого ничего не было. Это вино, пиво и все алкогольные напитки тоже – это продукт брожения. Не говоря уже о ферментированных чаях, соленых грибов, квашеная капуста и все вот это, то, что мы любим, все вот это продукты ферментации не появились бы на свет, если бы не было дрожжевых грибов. То есть, если сейчас мы зайдем в магазин и посмотрим на продукты, которые лежат на полке, и уберем те продукты, в которых не участвовали грибы в производстве, я думаю, две трети полок останутся пустыми, потому что продукты ферментации есть практически везде. Так что ни хлеба, ни вина, ни квашеной капусты, ни иван-чая у нас бы не было без грибов. Помимо, хотел уточнить еще по использованию в медицине, в медицине используются грибы не только как их какие-то продукты метаболитов и вещества, которые они синтезируют, но и сами грибы часто используются в народной медицине. Конечно, часть грибов используются и в традиционной доказательной медицине, например, препараты на основе чаги или еще каких-то, но особенно в азиатской культуре, и с каждым годом все популярнее становится и в нашей культуре, использование так называемых лекарственных грибов. И если посмотреть на список заболеваний, которые грибами лечат, непосредственно просто берут плодовое тело, его как-то приготавливают, употребляют, то если посмотреть список заболеваний, которые предлагается лечить таким способом, там, в общем-то, практически все можно найти. Но хочу отметить, что народное вот это использование, народная медицина грибная, она все-таки не совсем доказана. Да, в грибах есть некоторые активно-биологические вещества, и некоторые из них уже используются в промокологии, но большинство из них не исследованы или исследованы недостаточно хорошо. Например, вот на фотографии изображен ежовик грибенчатый, который является чуть ли не культовым лечебным грибом в Азии, и у нас тоже, и уже сейчас везде продаются препараты про ежовик грибенчатый, как такой ноутроп, стимулятор, и, в общем, от всех болезней. Вот. И я считаю, что к этому нужно относиться с некоторым скепсисом, потому что, повторюсь, исследований на человеке, то есть клинических исследований подобных препаратов нормальных не было, разве что какие-то исследования на мышах. И, ну, то, как это работает и в мышах, не всегда так же это работает и на человеке, и на вот этой основе выросла большая вот культура потребления грибов лекарственных, и чаще всего это, конечно, ну, не хочется говорить развод, но сильное преувеличение. То есть использовать грибы как панацею от каких-то болезней я бы не стал, по крайней мере, на данный момент развития науки, вот, пока еще таких достоверных доказательств по многим видам грибов нет. И еще один нюанс очень важный. Даже если, например, вот чага, которая, ну, действительно, она содержит в себе какие-то полезные аминокислоты, антиоксиданты, если вы употребляете чагу, вот когда напишешь в интернете там напиток из чаги, то есть чагу в основном заваривают как чай, делают из нее чай, и в каждой статье будет указано, насколько она полезна, как много там питательных веществ, как много там полезных аминокислот и так далее. И всякий раз указывают, не вздумайте там заварить ее крутым кипятком, иначе все вот эти полезные вещества, они разрушатся. Разрушатся, да. Надо, да, только 70 градусов, не выше. Вот, но тут очень важно отметить, даже если, ну, в случае чаги действительно есть какие-то полезные вещества, то на ваш организм как-то скажется положительно чага только при курсовом длительном употреблении. То есть, если вы пьете чагу, я не знаю, на протяжении полутора-двух лет, два-три раза в неделю, и только вот через там год, может быть, месяцев через семь, вы что-то почувствуете на своем организме. То есть, от однократного употребления, ну, даже если там есть какие-то действительно активные, биологически активные вещества, эффекта никакого не будет. Поэтому... Только, слушай, а я, Павлик, позволь мне согласиться, я на себе почувствовал этот эффект, когда готовил вот в диких условиях лесных. У меня так поднялось настроение, вот, и, опять же, у сопровождавших меня учеников тоже, что просто мама не горюй. То есть, ребят, чага, она сама по себе очень странно выглядит, это непривычный гриб для нас, да, такой странного вида нарост, вот, внутри очень красивый. Я, признаюсь, я пытался сегодня, я пошел в лес без пилы и без топора, вот, и даже без ножа. Немножечко грибов набрал, я пытался отломить чагу от ствола, но не получилось. Она, зараза, очень как-то крепко, ну, не знаю, проникает, вот. Но, кстати, поставьте в чате плюсик, кто видел чагу. Чагу часто путают с рутовиками и грибами, да, похожими, плодовые тела, у которых похожи на копыта. Чага, она такая черная и страшная. Вот, так что, ну, вот, оптимизма она прибавляет. Но мы сейчас говорим немножко про другое, да. Я думаю, сложно не прибавить оптимизма, когда ты находишься в лесу, в хорошей компании, что-то срываешь с дерева, завариваешь и пьешь чай, просто сама церемония. Мне кажется, она поднимает настроение. Но есть действительно, ну, грибы, у которых есть вещества, которые имеют молниеносный эффект. Обычно это грибы, ну, стимулирующие. Например, некоторые виды кардицепса действительно при употреблении тут же дают эффект возбуждения такого. То есть, ну, как энергетик, выпить с таурином, это вот примерно эффекты такие же. То есть, да, есть такие грибы, которые тут же действуют, но лекарственными и лечебными их назвать нельзя. В общем, не советую серьезно относиться к народной такой медицине, а все-таки использовать препараты традиционной медицины. И если в грибах что-то есть... Павлик, чувствую, вот прям чувствую, что для тебя этот вопрос больной, судя по всему. Но я был на твоих многочисленных стримах, прямых эфирах. У тебя постоянно про это спрашивают. Вот постоянно спрашивают, и в целом сейчас тема эта в моде. И чувствуется, что ты прям вот начинаешь внутренне дрожать, да, когда про это говоришь? Да, потому что, ну, действительно, я вижу, как это становится популярным. И популярны в основном у людей, которые, в общем-то, не очень разбираются в биологии. Поэтому тут, в общем, такой момент скользкий. И еще раз повторюсь, вся вот эта тема с лечебными грибами преувеличена. Я скажу аккуратно вот так. Вот. Но пойдем дальше. И грибы еще активно нам известны в сельском хозяйстве. Во-первых, грибы – это главные враги наших сельскохозяйственных культур и нашего урожая. И грибы, они, ну, нельзя с ними не контактировать, если ты вращиваешь какие-то растения. Грибы норовят съесть весь урожай на всех его стадиях. Поэтому все сельскохозяйственные деятели с грибами хорошо знакомы. Но при этом, несмотря на то, что они убивают наши культурные растения, они также могут убивать и сорные растения. И такие виды фитопатогенных грибов, которые паразитируют на растения, используют в качестве борьбы с вредителями, с растениями и сорняками. То есть такой биологический метод борьбы. То есть мы можем использовать химические какие-то методы, гербициды разливать на поля, но это достаточно не экологично. А вот биологические методы борьбы – рассыпать споры какого-то гриба, которые паразитируют на конкретных видах сорняков. Это активно используется и очень помогает. Более того, грибы многие... Павлик, извините, меня вот прям пронзила опять же мысль. Зачастую, кстати, люди предлагают... Ну вот такой вариант. Если есть, и люди так и действовали на полях, на домашних участках. Если у тебя есть грибы, которые нападают на твои растения, почему бы не найти вещество, которое уничтожит все грибы? Ну, просто вот повалив. И ты берешь и там над своим огородом, или вообще над всем миром распыляешь все это, и тогда все грибы, которые у тебя есть на участке, они исчезают. Правильно ли я понимаю, что у самих растений тогда начнутся глубочайшие проблемы? Вообще у всех. Если убрать с участка все грибы, всевозможные. Конечно, проблемы будут, и не только у растений. Ну, во-первых, потому что некоторые растения напрямую зависимы от грибов, и отношения растений и грибов бывают не только отрицательные, есть и положительные. То есть вполне себе благополучные симбиозы, когда дерево и растения, и не только древесные растения друг другу помогают. И некоторые группы растений просто уже не могут без грибов. Например, все вересковые, а это черника, брусника, клюква, вереск. Эти растения, они не растут без симбиоза, без микоризы с грибом. Павлик, прости, клюква? Конечно. Потрясающе. Ну, она тоже относится к верескам. Более того, кстати, у нас в университете в Межгородском на кафедре физиологии растений как раз и изучают вот эту микоризу. И в чашках Петри выращивают отдельный гриб и заражают его клюквой. В общем, у них отношения там очень сложные. Ну, и плюс ко всему, грибы еще помогают растениям тем, что они поражают вредителей растений. Но это следующий слад, я хочу рассказать. Тут я еще хотел, еще очень важный момент рассказать, что так как многие грибы паразитируют на растениях, а чтобы на них паразитировать, нужно как-то на них влиять. И, соответственно, вот эти грибы, которые живут на растениях, они выделяют фитогормоны различные в растениях. И люди научились эти фитогормоны синтезировать и использовать в своих целях. Например, различные стимуляторы роста. Вот вместо того, чтобы синтезировать какие-то химические вещества, вот достают их из грибов. И вот на основе таких гормонов, которые сделали грибы, гормоны роста, там еще какие-то стимуляторы корнеобразования, их синтезировать с помощью грибов тоже активно используют. То есть в сельском хозяйстве грибы – это величайшее зло и большая проблема, но это и суперпомощники, и без них никуда. Вот такая спорная ситуация. И плюс, смотри, мы еще раз видим ситуацию, когда грибы вырабатывают вещества, влияющие на других существ. То есть грибы влияют своими веществами на растения, там, допустим, ускоряют их созревание или вызывают разрастание. И эти свойства могут подхватывать люди. Вот, здорово. Да, конечно. Это все было незренно. Очень мне нравится, Павлик, давай, я прям репещу. Вот, и, ну, как уже вот я сказал, и грибы еще помогают растениям тем, что они многие паразитируют на насекомых и других членсоногих вредителей. Вот. Есть огромное просто сумасшедшее количество грибов, которые паразитируют на растениях, ой, на насекомых. Вот. Всем известный кардицепс и близкие к нему, которые растают сквозь насекомого, и потом у него из головы такое плодовое тело красиво вырастает. Вот такие просто вопиющие случаи, но их гораздо больше, они не такие эффектные. Ну, вот, например, гриб Баверия Бассиана, она паразитирует на большом количестве насекомых, и по большому счету эти насекомые все вредители. И вот препараты на основе, вот там, спор этого гриба используют для биологического метода борьбы с насекомыми вредителями. И вот на картиночке, ну, снизу тут изображен уже препарат, а сверху красноногий щитник, который поражен этим грибом. Этот клоп пьет соки из растений, часто вредит, и вот, рассыпая такие споры, можно численность вредителя резко сократить. Вот, я тебе показывал книжку большущую с кучей иллюстраций «Приключения Каррика и Валя». Да-да-да. Друзья, если кто не читал, очень советую. А если читали, помните, там был эпизод, когда при помощи грибов, насколько я помню, удалось со стаи мух, короче, совладать. Мухи все погибли. И что самое жуткое, небольшой спойлер, ну, ладно, извините. То есть, в общем, герой этой книги из крыльев мух сделали паруса для лодочки, на которой дальше поплыли. То есть, фантазия у автора, конечно, потрясающе работала, но это действительно бывает. Кстати, по поводу мух. Вот именно сейчас, в начале-середине сентября, обратите внимание, особенно на дачных участках, наверняка наблюдали такую картину, когда мухи как-то массово появляются между рамами окон. То есть, разные виды мух, особенно домовая муха, они сейчас прячутся на зимовку, прилетают с улицы в помещение, и вот как раз часто они это делают между окон. И если повнимательнее рассмотреть, некоторые мухи находятся на стекле, прилипшие. И вокруг них такой беленький ореольчик. Вот такой часто сейчас можно встретить, если не обращали внимания, вот сейчас обратите, или просто старое стекло, обычно в деревнях, оно покрыто белыми пятнышками такими. Что это такое? Это энтомопатогенный гриб, энтомофтора мускария называется, энтомофтора мушиная. Она заражает спорами мух, вот особенно, когда они так на зимовку ложатся, когда они массово собираются, там легче заразить друг друга. Гриб прорастает сквозь муху, муха живет пока своими делами занимается, но когда мицелий пророс уже через всю муху, он уже стал большим и готов к размножению, он выделяет вещества, которые меняют поведение мухи и заставляют ее залезть куда-нибудь повыше, вот, на потолок, на окно, как раз, и часто они садятся на стекло в этот момент. Муха замирает, погибает, и из нее прорастает, вот, наподобие, как на этом клопе, такой белый пух на этой мухе появляется, это плодовые тела, и потом из этих плодовых тел сыпятся споры, которые падают сверху вниз и заражают новых мух. Вот, и вот эти вот, вот эту сцену можно и наблюдать сейчас, когда на окне прилипшая муха, а вокруг нее такой белый орельчик спор. Устраиваем, в общем, устраиваем всемирный поиск. Кто первый найдет, присылайте. Если кто-то увидит, присылайте потом в комментарии к записи этого эфира. Будет интересно. Слушай, Павлик, а я услышал два слова, на самом деле, вот я, мне очень нравятся грибы, знаешь, в каком плане? В плане того, что это за существа, вот, в вопросе их устройства, да, какой у них план строения. Я ребятам своим часто говорю, ну, когда со всем малыши приходят, что грибы – это шарики и ниточки, то есть это шарики спор, спор, которые вездесущие, и ниточки грибниц или мицелий, да, которые из этих спор прорастают. Вот, и, кстати, вот на первом и на втором слайде это ниточки, да, то есть мы видим мицелий, а расскажи про второй слайд, он вообще такой выдающийся. Да, это вообще безумная история. Наверняка все знают, что это такой гриб вешенка, вот, вешенка устричная, которая наряду с шампиньонами продается у нас в супермаркетах, которые уворачивают, вот, и многие, я думаю, этот гриб ели. Вот, этот гриб развивается в древесине, и, что удивительно, этот гриб относится к хищным грибам. Есть такая экологическая группа грибов, как хищные грибы, и эти грибы, недостаток азота, в субстрате, в котором они обитают, это древесина, там, они по-разному, разные виды по-разному это делают, но вот есть такой оригинальный способ, например, вот, вешенка ловит нематод. Нематоды – это круглые черви, среди нематод очень много видов, развивающихся в растениях, фитонематоды, и они часто вредители растений, и вот, вешенка образует специальный мицелий, специальные гифы, которые имеют такое колечко. Вот. И внутри этого колечка есть рецепторы особые, которые настроены на узнавание именно фитонематод. И вот это колечко в субстрате где-то проросло, ползет нематода, и когда она заползает в это колечко, клетки вот этого колечка, она обычно стоит из трех клеток, резко туда нагнетается вода, клетки расширяются, и вот это колечко зажимается. И нематода буквально поймана в лосо, выбраться уже не может, и вешенка потом выделяет специальный фермент, растворяет эту нематоду и впитывает. Вот такой униженный способ. У меня на столе стоит микроскоп, вот, все, ты рассказывай, а я, друзья, если хотите, ставьте плюсик, у меня есть баночка с водой, я ставлю себе задачу найти нематоду, и людям потом ее показать. давай. И еще, кстати, я слышал, кстати, я слышал, не то, что слышал, я читал, что есть еще приманивание, то есть они, там такие вещества-приманки, чтобы нематода не родомная где-то там ползала, а она прям как привлекает. Да, чтобы было еще все, друзья, вижу ваши пункты, я тогда, Павлик, отстаю от тебя с вопросами, ты продолжай, а я еще не могу. Давай. В общем, и вот таких хищных грибов тоже используют в сельском хозяйстве, которые нацелены, ну вот в основном на фитонематод, потому что многие болезни растений вызваны не только грибками, не только насекомыми, но и фитонематодами. И вот это следующая тема, конечно, очень животрепещущая, и особенно вот эта картинка справа, я думаю, у многих людей вызывает бурные эмоции, потому что я думаю, каждый мечтает, чтобы у него на грядке вот так вот росли белые грибы. И, конечно, люди, поедая грибы, в какой-то момент догадались, что, ну, как и растения, которые можно собирать, а можно не собирать, а выращивать у себя, сделать этот процесс более подконтрольным, можно же выращивать и грибы, вот, и люди научились выращивать грибы, но тут много нюансов. Вот картинка справа, это, конечно, ну, не фотошоп, а просто постановочная фотография, потому что, что мы здесь видим? Мы видим здесь, ну, очевидно, теплицу, вот, растут помидоры, и между помидорами битком набиты плодовые тела белых грибов, одних из самых вкусных грибов у нас, и на самом деле даже необязательно иметь какие-то знания биологии, можно даже присмотреться, ну, во-первых, белые грибы редко вот такими скоплениями растут так массово, во-вторых, можно даже присмотреть, что, плодовые тела прикопаны, и вот на переднем плане два грибочка, ну, видно, что там вот только что их прикопали, и земля так вот трамбована, неестественно. Павлик, давай сразу скажем, что про грибы очень много, ну, вот по грибной теме очень много фаиков. Это абсолютно. Я, 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 в других сферах я такого количества недостоверной и ложной информации не встречал, но потому что и интереса больше. К чему больше интереса, к тому и больше дезинформации. Так вот, в чем же комичность этой картинки? О том, что человек навтыкал грибы в грядку и сказал, что он их вырастил сам. Но это невозможно. Невозможно именно выращивание белых грибов, потому что белые грибы растут исключительно в симбиозе с деревом. Это обычно какие-то дубы, березы, ну, в общем, различные деревья. И вот микориза, это когда, или грибница, как мы по-русски говорим, это когда мицели гриба срастается с корнями дерева, и они превращаются в такой один организм, обмениваются между собой водой и растворенными веществами. и в общем-то редко какое дерево на самом деле находится без симбиоза с каким-либо грибом. И вот эта экологическая группа грибов, микоризообразующих, вот, они, их люди не научились выращивать. То есть, мы не, ну, это достаточно сложно, потому что нужно, чтобы дерево было в определенном состоянии, в состоянии, чтобы гриб был в определенном состоянии, и эта вот связь гриба и растения происходит на ранних этапах, и часто можно слышать, типа, вот, я там очистки от грибов не выкидываю, а я их лучше вылью под дерево, чтобы у меня там белые грибочки проросли. Это, конечно, так не работает, потому что, во-первых, дерево уже наверняка занято, и у него уже там есть свои грибы, вот, и вообще потом люди хвастают, вот, у меня ведь вырос белый гриб, и я же выливал, не зря, на самом деле, если вы просто насажаете деревьев на своем участке, или у вас уже там есть, рано или поздно грибы там сами появятся, потому что, опять же, почти все грибы имеют на своих корнях микоризу, и, ну, кому-то повезло, у кого-то дерево на участке образовало микоризу с белым грибом, у кого-то с мухоморами, вот, то есть бывает по-разному. Однако не все так плохо, и, несмотря на то, что микоризообразующие грибы мы выращивать не умеем, а, кстати, во всех магазинах вот таких садовых постоянно продаются там мицелий белого гриба, мицелий лисичек и так далее, это все лохотрон, и это пустая трата денег, потому что ничего у вас из этого не выросло. Но все виды грибов, которые развиваются на древесине или сапротропные грибы, которые на такой жирной, богатой почве развиваются, их выращивать можно, они не образуются с растениями никаких микориз, они самостоятельно просто разлагают вещество, на котором растут. И вот, собственно, слева изображены мешки с лузгой от семечек подсолнечника, вот, и, то есть, это такая чистая целлюлоза, и на них растут вешенки устричные, и вот в таких мешках эти грибы отлично выращиваются, и, в общем-то, в магазинах мы их и видим. также можно выращивать и, например, шампиньоны, но они не на древесине развиваются, а на унабоженной жирной почве, и вот на грядках вот такую картину, как справа, мы могли точно такую же картину с шампиньонами видеть, и это была бы чистая правда, такое сделать возможно. А вот, с благородными грибами, самыми распространенными к употреблению, то есть, вот эти все белые, подберезовики, подосинки, это, конечно, грибы микоризообразующие, и кто бы вам не говорил, что он вырастил у себя грибы такие на дачном участке, это все счастливое стечение обстоятельств, и, конечно, специально вырастить такие грибы нельзя. Никому не верьте, кто говорит, что он это сделал сознательно, целенаправленно, и никогда не покупайте, не пытайтесь не тратить время наворачивать таких грибов. А вот грибы, дереворазрушающие, всякие опята, вешенки, это благородное дело, очень грибы хорошо растут, вот. Так что обращайте внимание. То есть мицели вешенки покупать есть смысл, но тогда нужно выращивать не на грядке, а в мешках с опилками, сеном и так далее. Вот. Либо на унавоженной такой грядке выращивать шампиньоны, кольцевики, это такие крупные грибы, очень характерны, тоже хорошо. Даже, кстати, зонтики, большие, пестрые, которые огромно вырастают, тоже они относятся к шампиньоновым и отлично так растут. То есть люди, грибы, все-таки научились выращивать. Кстати, вот на этой фотографии изображен и Джорик Гребенщик, который дереворазрушающий гриб, и вот его тоже активно выращивают. Часть грибов выращивают для потребления в пищу, и у нас в России даже это уже очень сильно развито и просто каких-то колоссальных результатов мы достигаем. Но и для медицинских целей тоже всякие гонодермыши и таки выращивают. Вот. Ну и, конечно, я прошу прощения, я постоянно шмыгу и приболел немного. Конечно, одно из самых главных... Ребята, желаем паблику здоровья в чате. Желаем здоровья. Павлик, мои результаты пока скромные. Я нашел амбел, нашел инфузорий. Представляешь, а вот аниматоды пока... Ладно, продолжаю. Извини. Конечно, одно из самых главных таких занятий с грибами и то, что они нам дают, это непосредственно еда. Мы едим грибы. Мы ходим в лес, собираем грибы, готовим их, жарим, варим, солим, маринуем и так далее. Но тут есть один очень важный нюанс. Не все грибы... Можно я скажу? Павлик, я тебе скажу, какой нюанс. Вот я из этого человека, друзья, во-первых, Павлик, я тебе лишний раз хочу поздравить, потому что чувствуете, ребят, человек грибы любит и у тебя наконец-то начался твой курс, да, грибной, стартовал грибной курс, большой, подробный, замечательный в самое грибное время. И я, друзья, под действием этого курса, ему еще можно последние дни вообще присоединиться, я под действием этого курса вчера встал в 4, понимаешь, 30 утра, вот, на самом деле я от холода проснулся и пошел за грибами. И в итоге, вот если говорить про нюанс, ребят, я набрал просто, ну там, наверное, пару тазов опят и сделал это где-то за полтора часа, Павлик, ты слышишь? Что-то. А потом до двух часов ночи, а потом до двух часов ночи я с этими опятами возился, потому что их нужно обрабатывать. Причем, как ты правильно сказал или не сказал, а, это я в твоем ролике услышал сегодня, который смотрел как раз в чате курса, грибы нужно быстро обрабатывать, иначе они быстро портятся, да. Вот я, вот такой нюанс, я там до двух, до половины третьего я сидел и с этими грибами возился. Так что, друзья, учтите, учтите этот момент. Но о чем же ты? Зато как приятно будет холодным зимним вечером достать баночку маринованных и соленых опят и вспомнить еще теплую осень. Да, и наблюдать, как за несколько минут моя огромная семья эту баночку съест. Я согласен. Я согласен. Так нюанс в том, что, да, грибы мы любим, мы собираем, но грибов так много, они все разные, и, к сожалению, часть из них ядовита. И часть из них смертельно ядовита, и при употреблении таких можно просто-напросто умереть. Часть грибов не сильно ядовита, но тяжелое отравление, рвота-понос тоже это вполне реально. К счастью, вот таких ядовитых грибов их меньшинство. То есть, грибы смертельно ядовиты, их вообще немного. Это бледная поганка, вот она справа изображена. Сейчас подумайте, кто на самом деле знал, как выглядит бледная поганка. Потому что, общаясь с людьми, поганками называют все подряд, что непонятно. Но поганка это второе название, это мухомор зеленый. И вот тут по шапочке видно, что она действительно зеленая. Правда, у нее есть еще чисто белая форма. Бледная поганка это ядовитый гриб номер один. 90% отравлений приходится им гриб. Смертельная доза для человека одна треть шляпки. Павлик, мне кажется, тут опять протягивается такая, знаешь, ниточка от предыдущего разговора. Мы уже говорили, что грибы входят в свои жизни, накапливают вещества, очень разные. И человек по-разному эти вещества может использовать. Или они на человека могут по-разному действовать. То есть вот эти токсины, очень ядовитые вещества в ядовитых грибах, это не для того, чтобы человека травить. Чаще всего именно так. То есть действительно какие-то вещества, например, есть ядовитые пигменты. То есть это те вещества, которые нужны для окраски гриба. То есть гриб эти вещества синтезируют для того, чтобы цвет иметь. А так вот вышло, что для человека они опасны и вызывают отравление. То есть чаще всего это тоже случайно. И есть грибы, которые специальные яды выделяют, чтобы их не ели. Они чаще всего адресованы беспозвоночным каким-то животным. Например, существование галлюциногенных грибов это тоже такое совпадение. Вообще галлюциногенные грибы это грибы ядовитые и те вещества, которые в них содержат, они в первую очередь нужны для защиты от слизней других насекомых, личин, которые эти грибы поедают. Просто так совпало, что человека они так воздействуют. в общем, но тем не менее, ядовитые грибы есть. Грибы настолько долго существуют на нашей планете, а мы настолько недавно на ней появились относительно грибов, что грибы даже не успели нас заметить и подстроиться как-то под нас. И более того, собирать и поедать грибы человечество начало тоже не с самого начала своего существования. То есть грибы даже нас не заметили и для нас ничего не делают и это все совпадение чаще всего. Павлик, а я снова врываюсь. У меня своя поль, я не могу найти нематод, который пожирают грибы, но у меня такое предложение, тоже, друзья, проголосуйте в чате. Я нашел здоровенную инфузорию и Павлик не даст соврать, есть способ такой при работе с микросуществами, когда к ним добавляется кое-какой гриб. Вот кто за то, чтобы к инфузории добавить гриб, ставьте плюсик в чат и я посмотрю. Делаем, не делаем. Да, кстати, прикольно. Я за. Я поднимаю руку. Ну, пока Коля там готовится, давайте еще раз этот момент обозначим. Смертельных ядовитых грибов у нас не так уж много. Вообще их пять штук. И вот номер один это бледная поганка. Ее путают с сыроежками или с шампиньонами. Вот запомните, как отличить бледную поганку. Она, во-первых, это мухомор типичный, она относится к роду мухомор. Род мухомор это очень большой рот, там очень много видов, есть как съедобный, как несъедобный, как и смертельно ядовитый. И вот признаки у них все будут у рода мухомор одинаково. Это такой мешочек, утолщенная ножка в основании ножки утолщения с таким мешочком вольва называется. Вот. И юбочка на ножки и белые пластинки. Вот. И если вот эти признаки знать, то, в общем-то, спутать достаточно сложно, потому что люди, которые путают бледную поганку с зеленой сыроежкой, они просто отрезают гриб выше юбочки. Вот выше юбочки гриб выглядит как сыроежка, вот особенно раскрытая, тоже белые пластинки, цвет шапочки такой же, ножка белая. Вот. Но если бы если посмотреть на весь гриб, на основание ножки, на его юбочку, то сразу понятно что перед вами мухомор. Вот. Съедобный, ой, и смертельный ледовит и еще два вида мухоморов, они оба белого цвета. Это мухомор вонючий, мухомор весенний. Вот. В общем-то, то же самое, что и бледная поганка, только белые. И все белые мухоморы путают с шампиньонами, но у шампиньонов пластинки будут, у шампиньонов тоже есть юбочка. Ножка, конечно, безвольвая, но тоже часто имеет утолщение. Но у шампиньонов пластинки будут розовые и с возрастом коричневые. У мухоморов они всегда, они будут всегда белого цвета. также смертельный ядовитый гриб гриб галерина окремленная и свинушка тонкая. Вот. Остальные грибы не смертельно ядовитые, а просто вызывают тяжелое отравление и для летальной дозы нужно съесть там очень много грибов. Например, красный мухомор, летальная его доза, она составляет около 12 килограмм. Вот. Подробнее про ядовитые грибы вот Коля уже упомянул про мой грибной курс. Вот. Он недавно стартовал и вот мы там уже обсудили что такое ядовитые грибы и в планах обсудить вот эти самые ядовитые грибы, чтобы мы их точно узнали. А пока, я думаю, давайте отключемся на микроскоп Коли, потому что тоже хочется поговорить про те грибы, которые он хочет добавить к конфузоре. Казалось бы, такое странное сочетание грибы и инфузории, но Коля, ты как? Так, так, а Коля Коля пропал. Ну, тогда давайте я пока еще продолжу. То есть, помимо ядовитых грибов есть, конечно, грибы еще несъедобные такие, так называемые. То есть, это не обязательно ядовитые грибы, это просто грибы, которые по тем или иным причинам в пищу не годятся. Либо очень маленькие, либо горькие, либо вонючие какие-то. Например, есть вот гриб веселка, которая привлекается для распространения своих спор падальных мух и жуков, и поэтому ее споры измазаны в слизи, которая пахнет гнилым мясом или навозом, и это отвратительный запах, и идешь по лесу, и веселку скорее начинаешь слышать ее запах, и только потом ее саму находишь, то есть, настолько он сильный. Вот. Ну, никто в здравом мне такой гриб в рот не потащит, хотя, ну, технически это гриб... Совершенно тебя в этом поддержу, Павлик. Ты мне как-то написал, что вы близость веселки определяете по запаху. Вот. Сейчас, вот, правда, у меня очень, ребят, слабый нос, ну, вот так получилось, в детстве переболел, вот, неприятной штукой под названием гайморит, после чего у меня запахи проблемы, вот, с их чувством. Оно веселка, за несколько метров просто, я ее чувствую, пробивается, пробивает все кордоны, вот, и да, мы ее стали более-менее находить регулярно. Ребят, а я в каплю добавляю сейчас, ну что, Павлик, ты, давай, я уже жду, да, вот, я добавляю, вот они, вот они, пошли эти грибы, хитроумные, ты их уже упоминал, да, дрожжевые грибы, сейчас с картиночкой еще, с картиночкой еще поработаем, и где наша инпузория, инпузория здоровенная, я не ожидал, что ее, да, это дрожжи, совершенно верно, вот, и где-то, где-то она плавает, сейчас я ее даже невооруженным глазом ее видно было, друзья, если, если вдруг что-то плавающее появится на экране, вы мне дайте, пожалуйста, вот, если вы ее увидите, поставьте, пожалуйста, плюсики, пишите в чат, кажется, мы ее выследили, и ребят, обратите внимание, что когда инфузория, мы сейчас увеличение побольше, хотя увеличение побольше, тут за ней не угонишься, да, смотрите, я на малом увеличении, едва-едва, за ней поспеваю, видели, когда инфузория проплывала через облако дрожжей, было видно, как эти дрожжи вокруг нее шевелятся, видите, дрожжи добавляют для того, чтобы, во-первых, притормозить такое существо, во-вторых, покормить, иногда дрожжи красят, скажем, Конго красный, замечательный краситель, делает дрожжи ярко красными, и тогда видно, как внутрь инфузория они попадают, какая глотка у него мощнейшая, да, Павлик, инфузория какая-то чумовая, почему-то хочется сказать бурсария, но я не знаю, не знаю, она или это нет, или нет, здоровенная, и, друзья, вот, видно, когда разлетаются дрожжи, мы из-за этого понимаем, что инфузория мохнатая, инфузория мохнатая, и движение ее крошечных ресничек, вот они и отображаются, оп, дрожжи за ней, видите, потянулись, вот такое занятное, занятное существо, а клетки дрожжей, видите, насколько они маленькие, они одиночные, и размножаются почкованием, то есть, дрожжи вообще, это такие грибы, которые, вот у нормальных грибов, значит, у них мицелий, нити, гиф, а некоторые грибы перешли к жизни в питательном, жидком субстрате, утратили вот жизненную форму нитей, и превратились в одиночные клетки, и вот это самые дрожжи, это они и есть, и половое размножение у них пропало, и они размножаются почкованием, просто деление клетки на две, и вот, если присмотреться, некоторые вот дрожжи не одиночными клетками, а сгруппированы там по две или по четыре, то есть, это клеточка в процессе деления, и вот этими малышами, вот этим малышам мы обязаны очень многим, то есть, практически половине всей нашей еды, и, кстати, дрожжи используют как биологически активные добавки, как витамины, и, кстати, на многих производствах кормят всяких дафней и других там кормовых планктонных организмов дрожжами, то есть, без дрожжей, без этих маленьких грибочков мы вообще не знаем, что будет делать. Я, ребят, попробую сейчас при таком увеличении найти инфузорию, что довольно трудно, вообще на малых увеличениях, да, такого крупного чудика надо искать. Павлик, а ты мне скажи, ты читал книгу «Охотники за микробами»? Нет, нет. Друзья, кто не читал, опять же, кому интересно, и интересна тема разных исследований и открытий, очень советую, и там, Паша, одна из историй связана с Луи Пастером и его исследованиями дрожжей, то есть, он, изучая проблемы дрожжей, в итоге открыл, ну, и там, доказал невозможность самозарождения жизни и много чего еще, то есть, прям, куча опытов у него оттуда выросла, какая же она здоровая, видите, друзья, не затормозить, не затормозить ее, очень быстро двигает. Мне кажется, даже видно, что она вот наглоталась уже дрожжей. Да, но вот жалко, у меня нет фонга красного с собой, а другого красителя, который окрашивает грибы, я не знаю. кстати, правильно ли я помню, Павлик, что грибы снаружи и их клетки покрыты хитином или муриидом? Хитином? Ну, большинство, у большинства хитином, да. Это тоже вещество, из которого состоит панцирь насекомых насекомых? Экзоскелет насекомых и других членостоногих, то есть, и ракообразных тоже, вот, но, если у, это ниточка или, да, если у грибов это вся, ну, каждая клетка обличена хитином, у насекомых и там, ракообразных у них это выделение кожи, то есть, это просто на поверхности организма вырастает вот такой панцирь из хитина, то есть, у них не каждая клетка заключена в хитин. Немножко по-разному, но вот одно и то же вещество у таких разных организмов. И, кстати, хитина, он, его разлагает буквально всего несколько микробов, бактерий, и, если бы не они, наша планета, она бы просто была засыпана хитином от ракообразных и, в особенности, от грибов. Павлик, Катярь, скажи, фон, конечно, такой себе, но видно ли ее не вооруженным глазом? Да, здоровая. Вон, друзья, вращается в капли, а вот клетки дрожжей, конечно, на таких увеличениях при таком приближении не видны совершенно. Ну, что, Павлик, скажешь? Вообще, конечно, дрожжи это такая интересная тема, что можно отдельную лекцию про них рассказывать. Очень здорово было. И дрожжи-то, они не только живут в биореакторах и не только в бродильных камерах в самогонничных аппаратах. Дрожжи, они живут и в природе, но они никогда там не развиваются так массово, и они всегда вот в почве где-то там на плодах фруктов и овощей присутствуют минимально. Но вот человек их заметил и, можно сказать, приручил. То есть вообще дрожжи-то буквально одомашненные грибы уже. И в дикой природе они уже встречаются меньше, чем в в искусственных условиях. Попрошу, Коль, дать мне опять доступ к демонстрации экрана. У меня остался, в общем-то, последний слайд и, наверное, надо уже завершать и подводить небольшой итог. Да. Ой. Да-да-да, все. Да, все. И там было... Павлик, я выписал парочку вопросов интересных. Да. Ну, сейчас тогда закончу и подведем итог и ответим на вопрос. Возвращаясь к сбору грибов, к самому популярному и главному для каждого человека на этом эфире, я думаю, польза от грибов и то, что с ними делать, что с ними сделать, собирать и есть. Но для того, чтобы это делать, нужно быть очень внимательным и знать, какие опасности тебя подстерегают. и самое подлое, что не только существуют ядовитые грибы, а отравиться можно и грибами вполне съедобными. И это, например, когда при обработке грибов там засолки, маринования, нарушается там стерильность или просто неаккуратно этот процесс происходил, в эти грибы попадают плесневые грибы и там начинают расти либо бактерии, например, кластеридиум ботулином, который вызывает ботулизм, очень страшное заболевание бактериальное. При неправильном хранении мы травимся не самими грибами, не токсинами, которые в этих грибах находятся, а продуктами жизнедеятельности вот этих вредных микроорганизмов. А травиться обычными грибами можно и сорвав старые грибы или грибы, пораженные насекомыми. И тоже возможно отравление какими-то продуктами жизнедеятельности других организмов. Так или иначе, сбор грибов это очень ответственное и часто опасное занятие. тут, конечно, золотое правило собирать только те виды, которые ты знаешь, но даже если ты будешь собирать грибы, которые ты знаешь, все равно есть вероятность каких-то неприятных последствий. поэтому нужно, конечно, некоторую базу информационную иметь. Потому что, ну, ужас какой, что творится в интернете. И очень много мифов связано с грибами. И вот, столкнувшись с этим, я вот решил создать свой курс, интернет-курс, где я, в общем-то, рассказываю о основных, о базовых знаниях про грибы. И пройдя этот курс, вы сможете уверенно ходить в лес, понимать, что там можно собирать, что нельзя. И самое главное, когда вы что-то уже собрали, что с этим делать и как грибы употреблять пищу так, чтобы они вам не навредили. Вот, курс у нас уже стартовал недавно, 16-го числа. Мы там только начали. Вот, курс продлится месяц, и вы еще можете к нему подключиться. вот по ссылке по QR-коду можно открыть сайт, где можно зарегистрироваться и прочитать основную информацию. То есть, курс будет длиться еще, ну, месяц он длится, и те, значит, видео, прямые, записи прямых эфиров, инфографика и другие материалы, которые там даются, они будут доступны еще в течение месяца. И поверьте, то, что я сегодня упомянул о значении грибов, это лишь малая часть. Я не говорил о использовании грибов в науке, о использовании грибов как грибов в материаловедении, ведь из грибов уже делают разные материалы, вот, и уже некоторые из них активно используют. Павли, много других примеров. Извините, пожалуйста, в чате был вопрос, а будет ли в этом курсе что-то про дрожжи? Да, про дрожжи мы тоже упомянем. Конечно, дрожжи это одни из важнейших грибов. поэтому, мы про них там будем говорить. Вот, так что грибы это, ну, обширнейшая тема, говорить про них можно бесконечно, но самое вот интересное, я постарался упаковать вот такой онлайн-курс, поэтому у вас есть еще шанс записаться, возможность и если вам это интересно, вот, проходите по QR-коду, вот, буду рад новым участникам, мы пока только начали. И, если есть вопросы, давай, Коль. да, и я от себя добавлю, друзья, что вот дело в том, что сейчас словосочетание онлайн-курс, оно на самом деле не описывает того, что происходит у паблика, там, я бы сказал, что это прям, ну, это как будто бы смотришь хороший фильм и можешь еще с создателем фильма общаться в чате, и он еще прямой эфиры проводит и отвечает на твои вопросы и там больше ста людей просто твоих подуктов, то есть там потрясающая у тебя компания сопралась и, друзья, да, я думаю, пару дней всего осталось, чтобы туда забежать в паблику, я очень-очень советую, я говорю, вот я подписался на этот курс и моя жизнь меняется в приятную сторону. Вопрос следующий, кстати, такой, знаешь, хитрый, а ведь квашеная капуста, там же бактерии, да, лактобактерии, какие же там грибы? Есть разные типы ферментации и некоторые ферментированные продукты, они, конечно, делаются при использовании бактерий и есть продукты, которые используют для ферментации грибы, а есть продукты, которые и бактерии и грибы, вот, и рецептов квашения капусты, их много, и вот, какие-то чисто молочнокислые бактерии участвуют, но есть и другие, вот. И вообще, брожение, такой процесс многоступенчатый, да, бывает и разный. Был вопрос, а какие грибы устраивают микоризм клюквы? Что это за грибы? У них русского названия нет и это не шляпочные грибы, то есть они не образуют такие плодовые тела, крупные и заметные нам. Это такие почвенные грибы, чаще всего, которые имеют микроскопические плодовые тела, то есть какого-то практического значения они не имеют и вот так вот гуляя по мху, собирая клюкву, эти грибы как бы не увидишь. Название, к сожалению, забыл. Ну там, естественно, не один вид был, несколько разок, по-моему. Мощнейший вопрос, просто комбо из моего детства, что делать, если в корзине с грибами будет ползать клещ? Что делать в таком случае? Взять клеща и выкинуть его, идти дальше спокойной душой. Ни в коем случае не давите клещей. Вот если вы находите клеща просто ползущего или клеща, который, не дай бог, он присосался, вы его вытащили. Про то, кстати, как вести себя в лесу, как вот обезопасить себя от клещей, от кровососок и других опасностей, которые мы в курсе об этом тоже будем говорить. Так вот, клеща ни в коем случае не давите, потому что если он заражен боррелиозом или энцефалитом, часто бывает, что и тем, и тем, раздавив клеща, и если он до этого насосался крови, и просто у него, если он сам заражен, вы просто выдавите всю баррелью, и весь вирус энцефалит себе на пальцы, и можете его внести, потеряв глаз и так далее. Так что, если клещ ползет, он опасности не представляет, просто аккуратненько возьмите его и выкиньте. Слушай, очень здорово ты сказал про правила поведения в лесу. Со мной прямо классическая история произошла. Я пошел за опиатами, смотрю, вот раз пенек, потом еще пенек, ух ты, еще пенек, я же знаю, куда я иду, да, слава богу, я перед этим сориентировался по солнцу и представлял, куда мне потом выходить, но вот это блуждание между пеньками, я потом не глядя, значит, куда-то иду, радостный, у меня там, значит, полна корзина этих опят, и тут понимаю, что я иду, на самом деле, в противоположном направлении, от того места, куда мне нужно. Так что, это очень ценные будут советы в плане лесных вещей. Слушай, был вопрос про Ликогалу. О, я, если позволите, могу продемонстрировать. Вопрос про Ликогалу просто убрал Павлика из эфира. Я вернулся, и так, я, наверное, пока остановлю демонстрацию, чтобы не мешало. Значит, есть такая группа грибоподобных организмов, называется слезевики, это тоже тема на отдельную лекцию, конечно, вот, но грибам они отношения никакого не имеют, хоть и внешне очень даже их напоминают. И выглядят они как вот такие, о, я так не покажу, ну вот, вот такие вот шарики коричневого или такого лососевого цвета. Ну вот, это засушенный экземпляр, они при жизни такие более яркие. Вот, ну, возможно, находили вот такие же шарики, только лососевого яркого цвета. Это вот плодовые тела слезевиков, но слезевики это отдельные вообще интересные организмы, это вообще, по сути, такие амебы, которые перешли к почвенной амебы, которые перешли к споровому размножению, вот, и они очень похожи на грибы так внешне, но это принципиально вообще другое. И во многом, в интернете тоже к вопросу о фейках всяких и ложной информации очень много про ликогалу пишут, что она там чуть ли не смертельно ядовитая, ее называют там волчье лыко, волчье молоко, как-то так. Ну, у нас в русском языке все, что волчье, это что-то страшное и опасное. Вот, но слезевики все абсолютно безопасны, как бы, откуда это взялось, непонятно. Вот. И, Коля, ты тут? Если есть еще, давай еще какой-нибудь один вопрос, потому что как-то мы уже, мне кажется, долго тут сидим. Ага. Вот, да, я вижу этот вопрос, что одни говорят, что она жутко опасна, рядом даже дышать нельзя, а другие говорят, что он безопасен. Там есть такой маленький нюансик, то, что когда этот шарик, он созревает и рассеивает споры, когда она становится сухой такой, и нажав на нее, выбросится облако спор, так вот, облако спора, если вы вдохнете споры, то это может вызвать аллергическую реакцию. Но аллергическую реакцию могут вызвать любые мелкие частички биологического происхождения. Это и пыльца растений, и споры всех грибов, и папорня, ну, то есть любая микроскопическая дрожжи, те же самые, если выдохнуть дрожжи, то тоже будет аллергическая реакция. То есть это не то, что какие-то они ядовитые, а просто это специфика нашей иммунной системы, что на... Павлик, Павлик дорогой. Да. Мне кажется, вот мы и наблюдаем аллергическую реакцию, потому что, друзья, все, вот все последние недели наш дорогой лесопавлик бродит по лесам и доснимает, ищет, находит, причем с риском для жизни и здоровья находит разнообразные грибы. Слушай, Павлик, мне кажется, пора заканчивать, уже время позднее. Друзья, остальные вам в наших чатах вполне можно будет задать, но, ну, конечно, всех зовем прежде всего на грибной курс Павлика, от меня такой вопрос. Какой была самая запоминающаяся у тебя встреча с грибочками? То есть, какой гриб для тебя, возможно, был, знаешь, самый радостный или самым необычным вот именно его находка? Что-то на это? Было много находок очень редких, маленьких, интересных мне грибов, которые, плодовые тела, которых были всего там несколько миллиметров, но, как ни странно, хоть я вот люблю вот все такое мелкое и у меня эмоции вызывают вот какая-то мелочь обычно. На своем дачном участке на компостной куче я нашел Лангерманию гигантскую, это вот такой огромный дождевик, который, собственно, был в анонсе на фотографии, в который вставлена была твоя голова. Невероятные эмоции у меня этот гриб вызвал, потому что он уж у себя на дачном участке я его найти точно не ожидал. Я искал его специально, ходил на пастбище заброшенный, там, где вот такая жирная почва, а он вырос у меня буквально на участке огромный, они, конечно, вырастают еще больше. К сожалению, я нашел его уже в таком полусозревшем состоянии, есть его уже нельзя. Знатное получилось блюдо, можно было бы всю семью одним грибом накормить. вот, но теперь это плодовое тело хранится в гербарии ботанического кафедры ботаники у нас в университете, ее показывают студентам, вот, потому что та лангермания, по которой учили меня, была уже меня старше, наверное, вся дряблая и неузнаваемая, и вот этот гриб я нашел, с радостью его передал на кафедру, и вот студенты нынешние на нее смотрят, мне очень приятно и до сих пор греет душ. Павлев, слушай, ну не могу не спросить последний вопрос, а будут ли твои любимые рецепты в курсе? Конечно, я, когда речь доходит о грибах, о грибах большая часть людям интересна вот в кулинарном значении, и тут тоже очень много мифов, очень много нюансов, и их я, конечно, тоже буду освещать, потому что я сам очень люблю готовить и очень люблю грибы, и постоянно экспериментирую с грибными блюдами, кстати, вот на данный момент я попробовал, вот если мы не считаем самые такие основные грибы, типа березы, досиновики, белые, вот есть вот эти 20 видов этих не считать, то помимо них я сейчас попробовал 89 видов грибов на вкус, вот, так или иначе их приготовил. То есть опыт у меня приготовления грибов большой, конечно, мне хочется им поделиться тоже. на все эти 79 случаев ни одного отравления прошу заметить, заметить, вот, и, конечно, кулинарную тему я постараюсь на курсе раскрыть. У меня нет слов. Это отличная, отличная такая, не знаю, нота завершающая. Друзья, давайте, давайте отдыхать, все, вас отпускаем, спасибо, пишем паблику, огромное спасибо в комментариях. Вот, я думаю, вы почувствуете, что это за человек, меня опять пробрало, сейчас опять пойду завтра страдать в лес, точнее, потом страдать ночью, что-то готовя из этих... Я, кстати, завтра тоже утром поеду за грибами, так что вместе будем страдать. Отлично, отлично. И все, друзья, все, мы эту запись выложим во все наши каналы, ссылки на курс паблика найдете на всех наших телеграм-каналах, либо, если вы прошли этот эфир по ссылочке через почту, найдете там. В любом случае, грибы это тот объект, который дарит огромные эмоции, а паблик это тот человек, который эти эмоции замечательно транслирует. Все, друзья, хорошего вам вечера. Всем счастливо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,